Беспрецедентная мощь Ливана Сагинашвили, ответ Артема Морозова и массивный Деван Ларат. Виталий Угольников, новый спонсор и другие перемены в жизни. И в продолжении темы бодибилдинга топовый турнир от Виктора Шамина. Если вам нравится категория классик, физик, вы не должны это пропустить. Немного о железном спорте в это воскресенье. Нужно держать себя в тонусе, да? В плане тренировок, обзоров, да? Быть в курсе событий. Так что последний день апреля, надеюсь, что вы в порядке. После просмотра дайте обратную связь. Ваши лайки, комментарии, как всегда, очень помогают. Ну и давайте сразу перенесемся в Грузию. Ливан Сагинашвили на подготовке, а это значит речь идет о больших килограммах. В том числе, что касается подъема штанги на бицепс. Вы сами в комментариях обращали мое внимание на это тренировочное видео на канале Ливана. Действительно, такой эпизод нельзя пропустить. Кто еще не видел, ссылка в описании. Давайте посмотрим, как это было. Помимо разминки, да? 125 килограммов в подъеме. Легко. Ливан даже не заметил их. Затем 140. С виду, кажется, зашло еще легче. При том, что левая рука по-прежнему не работает на полную силу. Ливан и сам это отмечает. 151 килограмм на штанге. Опять же, никаких проблем для Сагинашвили. И, наконец, 165 килограммов. Тот самый вес, который вынесем в заголовок этого видео на канале Ливана. 165 килограммов на три повторения с небольшой задержкой на опускании в конце. Что можно добавить после такого подхода? Единственный комментарий от Ливана, что он мог сделать, по крайней мере, еще один повтор. Очевидно, что это еще не его максимум. Определенно, такие килограммы – это лучший ответ в исполнении Ливана на вопросы о том, какой у него настрой и какое состояние на подготовке к поединку против Артема Морозова летом этого года. Что касается самого Артема, что он думает о силе Сагинашвили, хотя бы что касается этого подхода, далее комментарий Артема для проекта «Железные новости» оригинал в описании. «Такие видео делаются с целью напугать, наверное», – говорит Артем. «Но мне не страшно. Я замотивирован. Стало интересно найти такой гриф и попробовать поднять на нем. Думаю, после восстановления покажу хорошие цифры. Но гнаться не буду. Армрестлинг – это не только подъем на бицепс». Ну а тем временем еще один грузинский армрестер Геннадий Квиквинья завершил свою подготовку к поединку против Девана Лората. Их поединок состоится уже на следующих выходных. И Геннадий в отличной форме, но и Деван тоже набрал 128 килограммов Лората в боевом режиме «Росомахи». И он не только выглядит соответствующе, он не только набрал. Он еще и, как всегда, в определенном ментальном состоянии, да, с определенной манерой обращения к сопернику. Послушайте сами. «Только что смотрел прямой Веры Ангина Терзи и услышал, что Геннадий будет в Турции уже в понедельник. Здорово, ведь я тоже прилетаю в Турцию в понедельник. И я тут подумал, а почему бы нам не бороться на руках каждый день? Как насчет спаррингов по армрестлингу каждый день на протяжении всех шести дней? Я не думаю, что стоит упускать такую возможность. Ты ведь сам говорил, что не боишься соперничества со мной в плане выносливости. Что ты все равно одолеешь меня, сломаешь как соперника. И я подумал, блин, так это же идеальная возможность выяснять, кто из нас лучший сразу несколько дней подряд. Почему нет? Скажу за себя. Да, я готов бороться с тобой каждый день моего пребывания в Турции. Если ты, конечно, не боишься. Если что, я все пойму. Я бы тоже испугался парня, который и старше, и не настолько массивный. Ну и дальше в том же духе. Уверен, еще когда только была объявлена эта пара на турнире, Геннадий уже был готов к подобного рода обращениям и видео. Все, что остается сказать, очередной турнир Восток против Запада уже на следующих выходных в Турции. Трансляция, конечно, будет. Она платная. Если у вас есть желание и, что немаловажно, возможность оплатить ее посредством карты, да, то сделайте это. Это помогает армрестлингу, это помогает Энгену продолжать проводить такие турниры, помогает спорту в целом, да. Если же нет, то через некоторое время Энген выкладывает официальные видео у себя на канале. Ссылку оставлю в описании. Это тоже помогает. Соответственно, или смотреть платно, или чуть позже бесплатно, но лучше каким-то образом поддерживая армрестлинг в целом. И о бодибилдинге, конечно. Не так давно Виталий Угольников делился, что начинает подготовку на осень без спонсора, но рассматривает несколько предложений. И вот обновление статуса, спонсор уже есть. Это бренд Black Skull, американский бренд, с которым также сотрудничает Серджио Олива-младший. Свежее видео на канале Black Skull перед вами. Ведущие представляют Виталия как нового атлета бренда. Нашего нового атлета – Виталий Гудевитто. Поздравляю! Очень спасибо! Привет, ребята! Привет, ребята! Доброе утро! Теперь я немного говорю по-португальски, я хочу поговорить. И Виталий отвечает на португальском. Отвечает, что счастлив быть здесь, счастлив к новому этапу сотрудничества, которое, он надеется, приведет его к Олимпии. И это не единственная перемена в жизни Угольникова. Виталий еще и будущий отец, а теперь и муж. Атлета женился на своей девушке Кимберлин и называет этот день особенным в их уже совместной жизни. Счастья Виталию его любимой. И, конечно, по-прежнему ждем больше новостей с его подготовки. И для аудитории, и для нового спонсора нужно больше медийной активности. В плане формы Виталий в Бразилии спрогрессировал, преуспел. В плане медиа очевидно, что нужно прибавлять. Я знаю, что у него это было в планах. Теперь осталось эти планы. Реализовать больше снимков, больше видео, больше активности – это важно. А вот где с медиа был полный порядок, так это вчера на турнире Виктора Шамина. Ранее он ввел формат масл-баттл, где новички выясняли лучшего в сравнениях один на один. Но теперь другой уровень. Именно классик-баттл. Классик-физик. Атлеты в топовой форме. Возвращение Азамата Карабашева. Впечатляющая форма Пахлавона Вахобова. Жесткий и наполненный Александр Кущук. И другие впечатляющие атлеты. Подробнее об этом турнире я расскажу в отдельном видео немного позже. И полная запись этого турнира, классик-баттл, будет доступна на канале Федерации NBC. В начале мая Виктор Шамин обещал. Могу с уверенностью сказать, что если вам нравится классик-физик, эта категория, эти обзоры не стоит пропускать. Объясню почему. Во-первых, атлеты в действительно классной форме, но плюс ко всему удачная сцена, свет, темный задник, наконец-то без раздражающих экранов на фоне, отвлекающих от того, чтобы оценить форму и позирование атлетов. Если вы фанат классик-физик, то это оно, то самое шоу, которое стоит посмотреть. Но и главное, что борьба в парах за счет жеребьевки была непредсказуемой на протяжении всего турнира. Но и финал совершенно не подкачал. И это подарок, подарок для фанатов эстетики. Сто процентов. Чуть позже я вернусь к этой теме подробнее. По вашим просьбам, бодибилдинг на моем канале все равно остается. Но, слушайте, воскресенье. Я не буду занимать многого вашего времени. Уже спасибо за то, что просто смотрите мой канал. Часть своего дня, своей жизни уделяете моим скромным обзорам. Оставляйте комментарии, ваша обратная связь важна для работы проекта. И, опять же, спасибо, что смотрите.